привет всем особенно подписчикам канала а то постоянно канал смотрят 80 тысяч человек разные мои ролики а я как автор канала вижу кто какой комментарий написал сколько где поставил лайк и подписался или нет вот поэтому подписчикам особый привет тем кто еще не подписался подписывайтесь на канал так вот ребята сегодняшнем видео я расскажу про прошивки эхолотов еще две недели назад я анонсировал что у меня выйдет выйдет видео сравнение двух фс оксолнения с новой прошивка и старой там есть разница в прошивках но к сожалению пока у меня был прибор на руках снять я не мог потому что у нас были шторма вот вечно держать чужой прибор к пока у меня было на настройки я не могу но чтобы снять обещанное видео я попросил у поставщиков у которых покупал себе приборы panoptics там garmin я попросил прибор на обзор на что он сказал да бери все что угодно все что у меня есть можешь брать на обзоры вообще без проблем пиши заявку условно мне там что вам нужно возьмешь на обзоры с возвратом так что ребята если кого-то как интересует какой-то прибор на обзор они сказали бери хоть мотор потому что интервью моторами и все что связано для водной техники короче если есть какой-то вопрос и я смогу это взять на обзор пишите постараюсь взять на обзор вот что же касается прошивок то есть вы поняли на днях придет мне прибор он уже в ростове но я так как уезжают на рыбалку на несколько дней забрать его сейчас не могу снять видео но на следующей неделе я думаю что я видео это да сниму предварительно сейчас потому что все уже пишут роману не томи расскажи предварительно сейчас я вам расскажу что же все таки изменилось изменится если перепрошить hds live кому его нужно промить перепрошивать и кому его перепрошивать не нужно и все такое и немножко кратенько коснусь фс ки ребята данные я собирал в интернете просмотрел кучу роликов кучу обзоров посмотрел в интернете почитал на официальном сайте там короче собирал информацию телеграме у друзей у всех кого мог чтобы консолидировать вот это все определенные выводы для себя я сделал вам я сейчас просто поделюсь всем что я там где-то нарыл если вы что-то тоже знаете можете написать это в комментариях вот начнем начнем значит с hds live вот смотрите ребята у меня hds live конца прошлого года выпуска говорят что с конца прошлого года до окончания выпуск как вы знаете hds live уже прекратили выпускать пошел hds pro вроде на нем железо стоит чуть ли не как на прошке ну или она стоит другое условно говоря что вот и холод и последние серии выпуска не работают на старых прошивках не работает что у них у них не работает hdmi вход и не работает датчик лайфсайз вот на старых прошивках датчик лайфсайз это предшественник актив таргета самятники его до сих пор ставят любят кто ловит зимой тоже датчик этот любит потому что напрямую подключается к прибору показывает условно то же самое живую рыбу в движении просто что под маленьким углом так что датчик лайфсайз кого интересует кто захочет купить лайф вам придется его перепрошить сразу на двадцать третью прошивку что касается hdmi входа кому он вообще нужен вот допустим хотите подключить данные вывести с паноптикса на лайф вам нужен hdmi вход захотите вы с апекса вывести данные на лайф ну допустим у вас стоит где-то на соседней приборе вы захотите вывести чтобы показывала то же самое вам нужен будет hdmi вход захотите установить камеру ночного видения чтобы ночью ходить не с фарами с камерой а камера показывает лучше чем фары это сто процентов ночного видения вам понадобится hdmi вход и для этого тем у кого старая прошивка тоже придется перепрошивать также вам придется перепрошить лайвы любой серии если у вас если вы захотите подключить себе новый датчик hd 3 в 1 вам придется подключать модуль с 3100 этот и чтобы его подключить вам придется перепрошить на 23 прошивку так как со старыми прошивками а он лагает и не работает кстати не вздумайте втыкать новый hd-датчик напрямую в лайф слетит прошивка придется перепрошиваться ну вернее перестанет там что-то показывать произойдет невозвратимый сбой и чтобы вернуть прибору в жизненное состояние придется ему тоже перепрошить потом поэтому даже если у вас новая прошивка не втыкайте его напрямую вот это так говорят в интернете что касается качество картинки мне пока что неизвестно как придет фс к мы сравним сделаем выводы поменяется интерфейс некоторые после обновления там чуть-чуть красивейшего там станет но это я смогу сказать когда перри прошью только свой же прибор я точно уверен что будут перепрошивать но буду перепрошивать его либо зимой когда у нас нет не будет рыбалок если у нас станет лед а если вот у нас не станет рыбалка будет до самого запрета весеннего то перепрошивать свой прибор я буду только весной но я для себя сделал вывод что я свой буду перепрошивать потому что я хочу себе поставить камеру ночного видения и в будущем хочу вывести на него данные с паноптикса чтоб я когда иду у меня здесь стоит мой лайв я на него смотрю что там показывают паноптикс когда до 2 голова будет установлена сзади вот что касается и ждя из лайва вот так вот коротенько вот нужно ли нужно думайте сами решайте сами пишите комментариях что вы об этом думаете что касается фс ки ребята пока что предварительно все те же нюансы то есть если вам нужно подключить датчик hd вы захотите через с 3100 модуль хотя я не вижу в этом смысла так как там разрешение низкого экрана то есть я думаю что hd датчик они и на лайвах и на прошках этот hd датчик но пока что такое себе непонятное но и говорят что это все изменится будет все лучше с новой прошивкой поэтому я пока что как сказал я еще подожду с перепрошивкой а там уже если новые не будет они раз в полгода точно выходят тогда уже и буду перепрошиваться пока что я себе пока что оставляю такую прошивку самое интересное самое с перепрошивкой фс ки ну во первых она начинает быстрее работать говорят ну быстрее работать быстрее включаться так говорят и еще анонсировали что после остановки если у вас не подключен компас там point и любой другой сейчас вы остановившись у вас будет карта вращаться то после остановки на новой прошивке у вас карта вращаться перестанет будет ли она изменяться по курсу лодки или не будет еще не ясно это мы выясним когда придет ко мне фс к снова прошивкой и там уже будет понятно крутится она или не крутится вот но предварительно есть вот такой положительный момент ну и опять же несколько там изменился говорят стал удобнее интерфейс со стрелочками там с направлениями ну немного вот в целом же если вы не собираетесь подключать второй актив таргет не собираетесь подключать новый датчик и ждешь q если у вас подключен компас point пока предварительно я не вижу смысла только если станет все таки показывать лучше рыбу я еще сравню как и обещал когда придет новый прибор и я выпущу это видео надеюсь я уже на следующей неделе это все будет готово но по крайней мере к концу следующей недели вот наверное все что хотел сказать а нет еще ребята я не продавец приборов не супер эксперт я всего лишь эксплуатирую и несколько более детально углублено все у меня это дело интересует и поэтому я делюсь с вами своим мнением я постоянно рыбал как что-то могу посмотреть пообщаться с друзьями вот поэтому какая-то информация не скапливать вот все что касается темы сегодняшнего видео все ребята если видео хоть сколько было вам полезно ставьте лайк нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать другие видео ну и подписывайтесь на канал на этом прощаемся все пока пока я собираюсь и на рыбалку чао